В Казахстане более 60% случаев насилия в отношении детей случаются в школах. Об этом сообщил руководитель Национального центра по правам человека Вячеслав Калюжный в ходе брифинга в Астане. Такие результаты показали ряд комплексных исследований. Выявлено, что дети становятся свидетелями, жертвами, либо виновниками насилия. При этом 23% были жертвами физического насилия, 20% вымогательства среди детей и 27% телесное наказание со стороны учителей. Журналисты неоднократно рассказывали о вопиющих фактах издевательств над детьми в интернатах по всей стране. Несовершеннолетних регулярно избивают, незаконно принуждают к тяжелому физическому труду и присваивают их денежные пособия. В результате этого воспитанники совершают побеги и ищут защиту у родных и близких. Но правозащитник Калюжный на просьбу привести конкретный пример с конкретными данными почему-то ограничился общими фразами, хотя и признался, что насилие стало причиной суицидов. В ряде случаев насилие в отношении детей является причиной суицидов. Так вот из этих исследований 8,5% детей в интернатных учреждениях, попавших в исследование, были замечены в членовредительстве. При этом 75,3% были замечены в рецидивном членовредительстве. Безусловно, что риск членовредительства выше учреждения для детей с девиантным поведением 12,4%, чем, например, в детских домах 8%, в приютах 5%, но это не должно успокаивать никого и в первую очередь тех, кто непосредственно работает с детьми. По словам спикера брифинга, недопустимым является отношение преподавательского состава интернатов, который считает телесные наказания терпимым. Согласно опросу, 40% персонала интернатных учреждений поддерживает применение данных мировоздействия. Журналисты вновь попытались узнать, в каком именно регионе сотрудники интернатов пороли детей, но правозащитник Калюжный почему-то отказался отвечать. По его словам, это будет некорректно. Получается, что нарушать права детей можно, а называть имена взрослых некорректно. Поэтому я просто не буду называть те регионы, в которых больше этих фактов, в которых меньше. Я думаю, что это будет не совсем корректно. Наша работа заключается в том, чтобы эти факты не повторялись, а не в том, чтобы в какой-то области приняли какие-то конкретные решения. Хотя все эти данные есть. По словам спикера брифинга, к сожалению, следует констатировать, что насилие в отношении детей имеет место. Об этом свидетельствует почта у полномоченного по правам человека, в которой 7,5% обращений касается нарушений прав детей, в том числе связанных с применением насилия. Хотя, как ранее признавался правозащитник Калюжный, у местного амбуцмана, по сравнению с коллегами из развитых стран, слишком маленький штат и маленькие полномочия. Наши правозащитники ограничены рекомендациями.